И город подготовим, и гостиницы в порядок приведем. Надеюсь, и долгострои в Минске исчезнут. Например, напротив Минск-арены несчастный этот дом, кто только не занимался им. Но это прекрасный дом, который можно использовать. Только подумать, использовать к этим играм. Как гостиницу, притом шикарную гостиницу, там же разные квартиры есть. Приедут богатые люди. Они не хотят жить в гостинице. Он снимет эту квартиру. Но надо подумать, что будет после этого. Может, мы туда этот дом отдадим как арендный ученым, еще кому-то. Надо подумать, это будет очень хорошее и доходное дело. Там вы можете получить хорошие деньги. Ну, я к примеру говорю. Но приведите город в порядок, чтобы не было ни одного долгостроя. Все долгострои, которые у нас в городе есть, напрягайте всех. И частников, всех остальных. Никаких заборов этих, которые закрывают эти стройки, быть не должно. Они должны быть ликвидированы. В крайнем случае, внутри помещений должна идти какая-то отделочная работа. Там мебелью укомплектовывают пускай. Благоустройство, внешние фасады. Все должно проведено быть в порядок. По ценам то же самое. И это на вас ляжет прежде всего. Надо контролировать цены за счет объемов. Ну, получим мы на копейку меньше, там, частники, государство и так далее. Но если на копейку больше, что на всю жизнь карманы набьем? Нет. Поэтому по ценам надо быть очень аккуратными. Продолжение следует...